Для исцеляющего ковчега и сопровождающих его священников прихожане с зажженными свечами выстраиваются огромным живым коридором. В самом Свято-Никольском соборе первыми к плечистому поясу прикасаются священнослужители. Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр проводят торжественную службу, поздравляют южноказахстанцев с прибытием в святыни. Я сердечно поздравляю жителей юга Казахстана с этой благодатной возможностью и желаю всем добра, здоровья, крепости, милости, чтобы те святые и добрые чувства, которые всегда в нашем народе, мир, согласие, взаимоуважение, через эту святыню еще более укрепились и стали бы достоянием нашего народа. В эти пасхальные дни, когда весь мир, вся земля, люди и ангелы вместе, мир зримый человеческий и мир таинственный духовный вместе отмечают светлое Христово воскресенье, я хотел бы воскликнуть всем гимн жизни – Христос воскресе, воистину воскресе. Люди идут к ковчегу непрерывным потоком. От нахлынувших эмоций многие прихожане теряют дар речи. Это настоящее чудо, только и могут вымолвить верующие. Я не знаю, у меня нет слов, я даже не могу передать свои чувства, которые переполняют меня. Я надеюсь, что у нас с приездом такой святыни у нас и так хорошо все, слава Богу. Но я думаю, будет еще лучше. И дай Бог, чтобы все больные исцелились. Душа тянется, чтобы ничего не болело за семью. Всех привели. Священники говорят, что привезти одну из главных православных святынь – дело довольно трудное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова